Девушки отдыхают Пусть их увидят, как низко они пали, как сильно они боятся нас и какими бесчестными методами действуют. Пусть знают. А мы будем благодарить Господа. Почему повелеться? Потому что позволил нам увидеть себя другими глазами. Если они нас считают такими, нам стоит засомневаться в себе. Разве мы не отплатим тем же? Мы не сможем стать такими, как они, Паша. Но, конечно же, настанет день расплаты. В тот день они будут искать справедливости, будут говорить о правах ущемленных. И остаются лишь те, кто давал право голоса несчастным и тем, кто дал им вздохнуть. То есть мы. Они будут считать, что все эти усилия только ради завоевания огромной территории. Разве туркам нужно что-то завоевывать, Паша? Мы не должны упасть. Если мы упадем, то и история вместе с нами. Если мы упадем, то и человечество вместе с нами. И эти карикатуры представляют пистолетник моей голове, а голове всего народа. Если мой народ будет жить мирно, то будь у меня даже тысячу голов, я всеми пожертвую, повелитель. Если эти карикатуры так вас разозлили, вы не переживайте, мы дадим необходимый отпор. Вы полагаете, что я разозлился на эти карикатуры, Паша? Ну а если не на них, то на что вы разозлились, повелитель? Французская газета. Какой-то человек написал имя нашего пророка Мухамада в театральной постановке. И она будет проведена сегодня ночью в Париже. Оскорбление для нашего пророка. У меня... Даже язык не поворачивается. Они оскорбляют нашего пророка. Когда это касается меня лично, меня это абсолютно не волнует. Но если они начнут нападение на моего пророка, мою религию, я даже умирая буду бороться. Выкачу клинок на последнем издыхании. Даже если они отрежут мне голову, даже если порвут на куски, чтобы посметь посмотреть на Аллаха. Чтобы посметь посмотреть на пророка, я стану пеплом. Даже так буду сражаться. Это все лишь доказательство того, как низко, бесчестно они пали. Мы никогда не сможем стать такими, как они, но и неотступны. Немедленно позовите французского посла. Как прикажете, повелитель? Стой там! Господин посол, мы, мусульмане, очень любим нашего пророка. Настолько, что те, кто его любили больше всего, пожертвовали жизнью ради него. Мы тоже не будем стоять в стороне, если нужно. Мы услышали, что вы запланировали театральную пьесу, которая содержит оскорбления нашего пророка. Я, правитель Балкан, Ирана, Сирии, Ливии, Саудовской Аравии, Кавказа, Анатолии, Истолицы, Я, религиозный лидер ислама Абдулхамид хан. Если вы не остановите это представление, я обрушу землю на ваши головы. Пиши, пиши, паша. Поступки французов, превышающие грани приличий, провоцирующие волнение, направленные против ислама, превысили пределы нашего терпения. Приказ главы халифата Абдулхамид хана Немедленно открыть совет халифаты и приступить к безусловному осуждению французов, находящихся там. С именем Аллаха. Отныне мы будем говорить на их языке. У нас есть хорошая новость. Какая? Французы отменили театральное представление? Хвала Аллаху. Повелитель, все исламские государства выражают благодарность. Иверпуль выражает свое благородство к мусульманскому миру. Братья-индусы вышли на улицы. Они благодарят вас за то, что вы не позволили оклеветать нашего пророка. В Египте на улицах проводятся радостные митинги. Повелитель, да будет доволен вами Аллах. Если мы будем служить своей вере, Паша, то нам не надо будет искать большего.